Приветствую, друзья! Была у меня встреча с академиком Шкловским, астрофизиком, выдающимся 3 марта, его уже не стало, к сожалению. Мы с ним встречались давно-давно, и я ему даже иголки вставил, чтобы ногу поправить. У него поясница болела, нога болела. Но дело не в этом. Дело в том, что у нас возник тогда очень такой интересный разговор. Мне Иосиф Шкловский сказал, поскольку он занимался разумом во Вселенной, астрономом, астрофизик величайший, и он сказал, что нету нигде разума, только говорит разум пока на планете Земля. Я говорю, почему это? Он говорит, вот такая закономерность интересная. Вот, например, мы вырубаем сельву и делаем из неё целлофановые пакетики. Или, например, холодильная промышленность. Мы создаём холодильную промышленность, а она на фреоне, а молекулы фреона уходят туда, в атмосферу, и не разрушаются. И получается так, что мы сами себе, по мере развития нашего прогресса, технических наук и так далее, сами себя уничтожаем. Ну вот, получается, что и на других-других планетах где-то тоже, вот, наверное, эти закономерности существуют. И он ещё говорил, и всё зависит ещё от случая. Вот я, например, ехал на конференцию, где должен был выступать, и у меня не было 10 долларов. Я вышел из гостиницы и не знал, как быть и как поехать. Это он ещё не был академиком. Не был ещё его этот доклад выдающийся. И потом, говорит, вот стоял у гостиницы, взгляд бросил на мусор, мусорка там стояла, и 10 долларов. И полетел, и вот поэтому, говорит, в случае, в случае. А я ему говорю, ну то если бы даже и не полетел, ты бы стал академиком, потому что не в этот раз полетел бы, в другой раз полетел. Ну ты же личность, и ты всё равно бы добился своего. Потому что любишь своё дело. Он говорит, ты просто оптимист. Ну, может быть так, а может быть и нет. И вот сейчас тоже мы насоздали в мире столько оружия, мы насоздали в мире столько технического прогресса. Вот я помню, была книга такая, очень интересная книга, где вот действительно было написано, что... Утромагов, по-моему. По-моему, так, я точно не помню. Ну, кажется. И там было написано, что на Земле существует какая-то группа, которая охраняет человечество от технического прогресса. Ну, интересно, правда? Потому что прогресс всегда идёт впереди, развитие человечности. И в конечном счёте приводит к асфиенциям, ещё к чему-то, к воинам в мире и так далее. Моя задача в школе «Человек будущего» — школа человечности. Как раз-таки, чтобы не было этого перекоса в сторону научно-технического прогресса, а был баланс некоторый между духовными и материальными ценностями. И поэтому, чем больше людей подключаются в нашу школу, подписывайтесь на YouTube-канале «Метод Ключка Сайлиева» и в Telegram «Метод Ключка Сайлиева» и даже в TikTok. Я почему говорю «даже»? Потому что там, ну, короче говоря, там такие вот пространные разговоры вести невозможно, потому что TikTok нас учит говорить компактно, ёмко, быстро, и чтобы всем было интересно. Ну, во всём есть плюсы и минусы. Да, вот и сегодня в точке бифуркации мы находимся, когда много бомб создали, и много там не только ракетные запуски прожигают дыры в озоновой сфере там, где-то там высоко, и там и радиация идёт солнечная и прочее, и прочее. Поэтому я хочу, чтобы был мир в душе и мир на планете, и чтобы люди, наконец, перестали конкурировать, а стали соревноваться, соревноваться, и выходили на синергетический диалог, когда мы вместе думаем о чём-то, и в этом диалоге создаётся, без конкуренции всяких, а друг другу помогаем, и создаются новые решения, и новые изобретения, и не только в области технического прогресса. Говорят, что в Древней Индии тысячи-тысячи лет назад были иманы такие всякие, там вот пишут в интернете любители изучения иных цивилизаций, и что вот эти иманы, это были летающие космические корабли, то ли они прилетали из других планет, то ли ещё как-то, и что цивилизация была у нас не один раз, и каждый раз она вот по каким-то причинам исчезала, какие-то ядерные войны были, ну это тысячи-тысячи-тысячи лет назад. Беречь надо и себя, и мир в душе беречь, чтобы сохранить разум на планете. Да, друзья, подписывайтесь на мои каналы, это очень важно, потому что наша школа человек будущего, и у нас очень много интересного, и у нас есть на плейлистах и встреча с интересным собеседникам, и там посмотрите, посмотрите и бесплатные ликбезы, и вебинары смотрите, входите в вебинары, скоро будут новые выпуски. До встречи!